Сводятся они к объяснению структуры проекта, работы, особенностей проектов. У них задача конкретно выполнять конкретные функциональные обязанности. И они с ними справляются. И поверьте, нагрузка на всех сотрудников очень большая. Если еще возложить на них введение вебинаров, встреч. Людям же отдыхать надо. Ведь, понимаете, у нас же не шоу. У нас вполне нормальный коммерческий проект. Вот представьте, что вы отработали целый день дома. Вернее, на работе, потом приходите домой. Дома вы не отдыхаете. Почему вы покушали? Начинаете работать с документами. Потом вы отвечаете на вопросы. Потом вы участвуете в вебинарах. Потом вы начинаете перекурить или еще попить кофе, чай. Вы потом начинаете работать в чатах, форумах. Потом вы начинаете давать консультации тем, кто занимается по лицензиям и так далее. А спать когда? Когда людям отдыхать? Ну, поэтому я думаю, что несколько опрометчиво заявлять, что можно вот так вот взять, встречаться, приходить, рассуждать, обсуждать, разговаривать, приятно общаться. И что вот всех надо сотрудников не представлять перед камерой. Это неразумно. Плюс ко всему, сейчас мы прошли с вами этап. Один вышли на стадию резидентства. Кстати, спрашивали, когда будет свидетельство. Свидетельство будет выдано сразу же после подписания договора на аренду земли. Это будет в ближайшее время. Я думаю, что не позже первой декады марта месяца. И вот там говорят, когда будет там план, план будет. Дело в том, что в соответствии с законодательством, законами Москвы, еще на площадке не будет вестись работа никакая, но уже обязательно должен стоять информационный щит, на котором в соответствии с законом должна быть представлена информация. Это первый план, внешний вид, что там сооружается, как, архитектура, часть, дизайн. То застройщик, то подрядчик, то владелец наименования, объекта полная, все признаки его идентификационные, это ИНН, ИГРН, это контактные телефоны, и лица, первые лица руководителей. Все это будет указано. Но чтобы этот информационный щит стал, сами понимаете, что должна быть проделана колоссальнейшая работа. И вот если говорить о том, какая сейчас работа ведется коллективом, помимо работы с двигателями, помимо тестирования, разработок, это колоссальнейшая работа по постановке задач перед генеральным подрядчиком. Это выяснение всех деталей проекта, которых мы должны указать, где какой стул, где какой стол должен стоять, где какая розетка стоит, где какой станок, сколько к этому станку надо подать электроэнергии, воздуха, какая вентиляция, какое освещение, кто производитель этого станка, кто поставщик, сроки поставки, и так далее, так далее, так далее, для того, чтобы все это вписать. Раньше этими вещами занимались специализированные институты. Сейчас же это выполняется силами нескольких человек. Да, мы в течение длительного времени еще до открытия проекта краудинвестинга мы прорабатывали все это на предварительных этапах. Часть информации указана в предпроектном техническом задании. Значительная часть сконцентрирована в заявке, которую подавали для вступления в Алабушу. Но, тем не менее, все это было достаточно в крупную клетку. По мере продвижения проекта это все более и более детализировалось. Сейчас это сводится и прорабатывается до мельчайших деталей. И, представьте, вот в этой ситуации надо будет проводить и чью встречу. Я не думаю, что кто-либо из партнеров и из коллег захотел бы сейчас оказаться на нашем месте. Может, есть отчаянные головы, да? Кстати, мы поднимали вопрос по сметчикам, где я говорил о том, что есть проблемы. Да, проблемы вообще есть со специалистами, потому что длительное время никто никого не готовил. Но в рамках вот той части, которая находится у нас сейчас на арендованных площадях, мы занимались не только реализацией направлений по разработке двигателей, но еще и по подготовке кадров. людей по подготовке костяка, именно ядра команды, которые тех людей, которые потом будут возглавлять коллективы, непосредственно коллектив на основном объекте. Значит, то, что касается предложений, которые поступали по кадрам, по специалистам, несмотря на то, то, что я не дал ответа, поверьте, со счетов-то не сброшено, все это взято в проработку и когда придет время, обратимся обязательно. Кстати, насчет обращений. Знаете, вот я взял, раскрыл один документ, это документ протокол заседания экспертного комитета на утверждение нашего проекта. Вот мне когда говорят, а почему вы не даете то, почему вы об этом не говорите, а вот можно было бы то сделать пятое-десятое. Уважаемые коллеги, смотрите, любое необдуманное действие может привести к серьезным последствиям. Раскрытие определенной информации, Павел говорил насчет угроз, связанных с раскрытием ряда информации. Ну, вот в подтверждение этого могу сказать следующее, что раскрытие этого протокола привело к тому, что из благих побуждений люди, партнеры, участники, коллеги попытались помочь проекту в продвижении его в меру своего понимания. Но до конца не понимая, как работает чиновничий аппарат, как работает государственный орган, они дополнительно создали нам работу. потому что все обращения, которые приходят, они, как правило, транслируются к инстанциям и доходят в принципе до конечного лица, потому что никто ничего не хочет делать. Обычно отрабатываются цепочки, и потом на основании ответов, которые идут в обратную сторону, делается отписка или ответ тому лицу, которое обратилось. и в результате у всех создаются работы. Но насколько продуктивна эта работа? Понимаете, у чиновников есть свои обязанности, у них есть свои задачи. И поверьте, к ним пишут очень много людей, это кажется, что к ним не обращаются, а на самом деле отделы по обращению граждан завалены работой, завалены письмами. И реальные меры принимаются только в крайних случаях. Поэтому, коллеги, я попрошу вас, очень убедительно прошу, не надо пытаться как-то воздействовать на чиновников, честно. Та информация, которая необходима, к ним доведена. знают, занимаются. И дополнительно подталкивать их не надо. Ни к чему это не приведет, честно. еще что касается логотипов. Я уже говорил, что есть соглашение о взаимном использовании логотипа «Славянка» между компаниями «Совелмаш» и «СПП». поэтому на этом этапе компания «Совелмаш» обладает полными правами на использование логотипа. А с основным новым логотипом для компании «Совелмаш» мы пока не торопимся, потому что острой необходимости 7-минутно принять нет, потому что мы позаботились о логотипе несколько лет назад, потому что процедура его утверждения длительная иногда достигает трех лет. Поэтому хочется проработать педантично, хочется, чтобы решение вызрело, улежалось, ну и потом подать, для того, чтобы потом не менять, потому что это достаточно сложный процесс, ну и плюс бренд узнаваемый, потому что вот смотрите, была компания такая, кто помнит, Gold Star, она сменила свой бренд на LG. Этот процесс был достаточно болезненный, сопровождался с определенными финансовыми потерями, поэтому я думаю, спешка сейчас неуместна в этом отношении. Теперь, что бы хотел еще отметить, помимо работы, которая идет сейчас по договорам, с генподрядчиком, с генпоставщиками, с генералами, поставщиками материала, оборудования, которые сейчас прорабатываются, работа ведется ежедневно, причем проводятся совещания со всеми представителями, согласование позиций, каждый пункт договора отстаиваются. Эта работа идет обычно от семи до двенадцати человек одновременно работают представители и СОВЛМАШа, и СИПП, и генподрядчика потенциального, и генерального поставщика. Там идет такая работа, все службы привлекаются, как с их стороны, так и с нашим. И обычно в день на это уходит на согласование всех этих позиций где-то пять-семь часов. Такая работа проводится. Но кроме того, кроме того, я уже говорил, что идет тестирование двигателей, идет изготовление новых образцов, эта работа продолжается. Значит, из новых работ, что можем отметить, отметить то, что сейчас мы возобновили работы по 186-му колоколу, по мотор-колесу 186-го габарита. Сейчас изготавливаются образцы для тестов. Кроме того, были проведены тесты BDC-двигателя T7500. Эти тесты проводились в присутствии электровелосипедистов, форум-ча, которые работают на форуме электротранспорта, блогеров. Поэтому эти работы, как мы и обещали, как мы и говорили, проводятся не в замкнутом коллективе нашем, а в присутствии и непосредственном участии как оппонентов, так и незаинтересованных лиц. Как мы говорили, как мы обещали, что эти работы будут проводиться именно так, так они проводятся. И вот сейчас хотелось бы перейти к следующему вопросу, когда опять задавали вопрос о том, что если будут избыточные средства, будет перефинансирование, что с этим делать? Я уже говорил, что мы предусматривали такую ситуацию, что если будет такая возможность и такая ситуация сложится, то можно создавать и свои производства дополнительные, если на то будет воля инвесторов. Какой это формы может быть? Это может быть в форме создания нового предприятия, либо при взаимодействии с уже существующими производствами. Как это может выглядеть? Вот представьте такую ситуацию. Я не называю конкретно фирмы юридические лица, просто ситуативно. Предприятие работало на рынке, выпускало электроинструмент сегмент, и достаточно хороший сегмент имело, и выбрало правильную тактику развития производства, модернизации, выпуска новых моделей, и с целью удешевления приняло решение создать свой завод по производству встраиваемых в электроинструмент двигателей, дабы не покупать их у сторонних поставщиков, чтобы не зависеть, для того, чтобы сделать себя более самостоятельно, для того, чтобы можно было вести более агрессивную политику на рынке, и для того, чтобы снизить себестоимость этого двигателя. Решение правильно, оно назревшее, для этого предприятие взяло кредит в банке и начало стройку создания производства. Видя перспективу определенную в этом деле и понимая, что происходит на рынке, предприятие также заботилось разработкой новой модели двигателя, и ставка сделана была на БФДС двигателя. Но к тому моменту, когда производство двигателя было уже подготовлено, упал спрос на электроинструмент с коллекторами двигателя. Предприятие развернуло, интенсифицировало работы, ускорило работы по освоению двигателей БФДС. Но тут случилось следующее, что Китай предложил цены на магниты более высокую. И плюс ко всему те консультанты, которые консультировали, разрабатывали политику на предприятии, не учли маленький нюанс, что все подавляющее большинство решений в области бельдиси двигателей закрыты патентами. И предприятие попало в сложную ситуацию. Деньги потрачены, кредит возвращать надо, а объем продаж упал. Предприятие находится в состоянии банкротства. Представляете, насколько заманчиво сейчас взять, встретиться с арбитражным управляющим и предложить вариант не распродажи фонда основных для погашения задолженности, а предложить деньги. И таким образом это предприятие с брендами с готовой торговой маркой, с готовой сетью по продаже и реализации, дилерская сеть, обслуживание, узнаваемый бренд, заработанный определенным имиджем, с готовым производством, специалистами, которых можно вернуть назад за небольшую сумму относительно стоимости основных фондов 300 с небольшим миллионом, взять это предприятие и на этом предприятии внедрить уже этот двигатель и непосредственно вывести на рынок новый обновленный продукт с новым потребительским качеством. Да, будет какое-то время определенное на то, чтобы оздоровить все это хозяйство, но это реально, это уже потребует совершенно не тех денег. И посмотрите, насколько эта ситуация выгодна в том случае, если есть, что предложить, когда уже есть техническое решение. это позволило сохранить отечественного производителя. Это позволило удовлетворить аппетиты кредиторам. Всем было бы лучше, всем было бы хорошо. Поэтому можно было бы сейчас взять подобное предприятие и открыть кредитную линию, даже с тем же самым арбитражным управляющим можно договориться, объяснить, разработать план выхода из кризиса и сделать санацию. При этом смотрите, сколько бы рабочих мест сохранилось, люди бы вернулись на работу, плюс дополнительно можно было бы принять, плюс ко всему можно было бы вывести на рынок, внешний рынок как минимум Юго-Восточная Азия, и даже Европа вернуть позиции. И что заманчиво? Но нам не хватает малости работающего инжинирингового центра Соловмаш, чтобы он работал на полный оборот. Потому что да, мы сейчас продемонстрировали возможности, продемонстрировали образцы, но это извините, еще не товар. Нет технологий, не расписано технология, не расписано линейки, не расписано оборудование, нет еще поэтапно всего этого проработки, того, чтобы это все можно было разложить в линии, расписать в простейшей операции. но тем не менее это можно было бы уже начинать сейчас сделать и можно было прийти к определенным соглашениям, заморозить ситуацию на небольшое время, да, это бы потребовалось выплаты коллективу, но можно было заниматься приведением порядка, но туда надо было бы поставить еще и толковых управленцев, желательно молодых, вернуть тех управленцев, которые говорят, да, там можно было подойти к соглашению и вдаля остаться, все это можно было сделать, это реально, и вот опаздываем мы с вами немножко, чуть бы раньше, если бы мы это все сделали, мы бы сейчас могли бы уже взяться за это дело, да и сейчас можно взяться, понимаете, вот мы с вами занимаемся вот этим проектом, и вот я вам эту ситуацию рассказал о том, чтобы было понятно направление, какие возможности открываются, что мы можем сделать, ну Юницкий купил ее мобиль производства, понимаете, и чем мобиль, он не вышел на рынок, а это вот товар, который на рынке, понимаете, вот опять предложение выпускать электроинструмент под брендом Сувалумаш, зачем, когда есть известный брендом, не надо заниматься, бренд узнаваемый, за бренд берут дополнительные деньги, если это бренд хороший, если он вызывает доверие, он уже узнаваемый, не надо его менять, не надо, можно взаимодействовать, можно строить совместный бизнес, можно находить точки соприкосновения, общие интересы, но, убивать бренд не надо, потому что не часто и густо и постоянно это происходит, когда компании меняются, владельцы, все что угодно, но бренд сохраняется. Второй случай, который произошел, тоже интересный, компании занимались достаточно крупными машинами электрическими, да, тоже была подвижка в плане инновационных продуктов, потому что понимали, что теряют рынок, но, как всегда, жадность немножко подвела, вот, и в результате обхитрили сами себя и не получили военные заказы, заказ ушел на сторону и в результате компания, которая выпускает крупные машины, осталась без заказов и попала под банкротство. возникает вопрос, можно ли с этой компанией также решить вопросы? Вы знаете, можно? И здесь можно было бы решать, потому что, да, ясно, понятно, что эти машины, они не производятся массово, не в единичном, в единичных экземплярах делаются, но они того стоят. и опять-таки, вот рынок на сегодняшний день предлагает такие возможности, они открываются. Это как раз то, что касается перспектив работы. производства, он уже пошел, о чем я предупреждал и говорил, он будет и дальше развиваться. производства, у производителей инструмента, продуктов, двигателей есть выбор, либо вы осваиваете новые продукты, более энергоэффективные, более современные, более технологичные, либо вы погибаете. третьего не дано. Третьего не дано. На старом уже не выйдешь. Вот такая вот ситуация. причем все это происходит сейчас у нас с вами на глазах. Поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы в кратчайшие сроки проект вывести на рабочий ритм. Погнать вот то отставание, которое образовалось по вхождению в резидентство. Но тем не менее, оно как говорится, слово из списка не выкинешь. Это уже факт. Этот этап мы преодолели. Теперь наверстывать надо сокращать время на все остальные действия, на согласование, на бумажную работу. Многие задачи надо параллелить, насколько это возможно. Способны мы переживать этот кусок и не потащить ли он наш проект на дно. Эдуард, я объяснил открывающиеся перспективы и возможности, которые можем мы реализовать сейчас, но для этого надо естественно иметь потенциал. И этот потенциал это не только деньги, но еще и люди и специалисты. Поэтому о том, чтобы прямо сейчас взяться за этот пласт работы, речи не идет. Но прорабатывать эти вопросы уже стоит сейчас. и обсуждать возможность сохранения производств, которые находятся в сложном состоянии, но которые являются перспективными, это делать надо. Потому что это вопрос ни одного дня и ни одного месяца. да, можно там по-быстрому все убить предприятие, но если поработать, то можно сломаться там на 2-3 года расписать. вот такая вот ситуация. И то, о чем мы говорили, буквально полтора-два года назад обсуждали, что такие ситуации возможны насчет рынка и как на него ходить, вот они сейчас на наших глазах развиваются. Поэтому на ближайшее время у нас сейчас уже сказал, еще раз повторю, работа с документами, работа по заключению договоров на аренду земли, на техническую часть проекта, архитектурную часть проекта, согласование и много-много другой чисто бумажной работы, которую надо будет делать как можем истинно. Ну, теперь позвольте к вопросам, потому что я смотрю, вопросов много, да и времени уже немало. Просьба сейчас не пишите, уважаемые коллеги, потому что будет бежать строка, вы лучше дождитесь, когда я отвечу, ребята там на отвеченные вопросы уберут, а потом напишите, я отвечу на все вопросы. Поэтому просьба не спешите писать. Валерий спрашивает, прямое включение в сеть будет работать УШИМ? Нет, для УШИМ нужен частотник и контроль. Чем это связано? это связано с требованием, которое предъявляется сейчас коллектора инструментов. Значит, первое, двигатель должен раскручиваться с определенной скоростью, для того, чтобы не создавать большую нагрузку на сеть и не создавать броски напряжения. Это первое. Второе. У него должны быть определенные системы защиты в случае перегруза, для того, чтобы проводка не загорелась и двигатель не загорелся, чтобы не создавать пожароопасные ситуации. Поэтому при разрушении диска, вибрациях и прочих нештатных ситуациях он должен подключиться. Третье. При выключении двигатель должен останавливаться за максимально минимальное время, короткое время, для того, чтобы обезопасить работу, сделать инструмент максимально безопасным. Когда ты выключил, за полтора-два оборота он остановился, все, диски вращается. Это не только повышает безопасность труда, но еще и сокращает межоперационный интервал. Потому что, когда ты выключил, ждешь, когда круг остановится, кладешь и теряешь время для работы. Поэтому те требования, которые сейчас предъявляются к электроинструменту, удовлетворить эти требования нерегулируемым приводом невозможно. Правительство Вейхай скоро посетит Соломаш. И о этом будут очень серьезные предложения по сотрудничеству. Вейхай равно населению России, готовы к масштабу такому. Да, готовы, потому что это не сиюминутно возникло. Виктор Арестов достаточно давно работает в Китае и для нас все, что происходит, это не было неожиданностью, шла системная работа, потому что, насколько вы заметили, мы о многом говорим только уже по факту, когда свершилась. А о том, что делается, или что там в планах, или там еще что-то, о том, что не состоялось, мы в основном не говорим. Это в силу ряда обстоятельств. Ну, во-первых, многие переговоры, многие наработки, они не реализуются в силу ряда обстоятельств, потому что это вот как разработка алмазов, очень месторожнее золота, много пустой породы, и только крупицы ценные. То, что надо пролопатить очень много, прежде чем приходим к какому-то результату. Когда вам вручат свидетельство о регистрации в качестве резидента, Дмитрий спрашивает. Дмитрий, ну, в ближайшее время, как только мы подпишем договоры, об аренде земли, сейчас, кстати, вот мы, один из сотрудников занимается вопросом получения выписки из ЕГРН, это, так называемый, кадастровый номер. Вот, другой занимается подготовкой договора об аренде земли, но я думаю, что в первой декаде марта, в первой половине марта свидетельство будет на руках. Ваши совмещенные обмотки доказывают, что у синхроника нет вращения магнитного поля, а есть его эффект. Вам Нобеля за это не положено? Шмобеля не положено. Какой-то Мобель, кому на все. Вы понимаете, это ярмарка тщеславие. А, все равно результат нужен. Вот это все. Ну, или другую научную награду. Во всех учебниках пишут, крутятся. Кто прав? Валерий, ну, вот, меня всегда поражает одна такая вещь, что вот часто в науке бывает так, вот тут помню, тут не знаю, тут нельзя. Я когда-то спорил с геологами насчет происхождения угля, тогда я говорил, объясните мне, почему вы считаете, вот везде учебники пишите, что уголь произошел от разложения папародика. Поехали в шахту, давай спустимся. Ну, спустились, и рассмотрели. Все папародики превратились в уголь, а этот обалдел, сошел с ума и взял окаменел. Ну, почему-то у него ствол там и в почву идет, и в кровлю уходит. Это как? А вот листик отпечатался травянистый, а вот он тоже у него корешки-то уходят туда, это вот сюда. Ну, такого же не бывает. И тогда все-таки доказал, что нет, это какой-то вулканический, либо подводный вулкан, либо еще как-то, но это извержение было, это выбросы, и они накрыли уже эти растения, и эти стволы папоротника, и так далее, но никак не разложения. Точно так же те, которые пишут, что поле вращается, ну, откройте справочники по терминам, терминологии, даже вот в интернете, и почитайте, что вращение это свойство объектов, материальных объектов, то, что присуще объектам. Вращаться эфемерная величина не может, она с чем-то связана, поэтому, исходя из определения вращения, поле по синхронному двигателю в статоре, внутри статора, она не вращается, а создается эффект вращения. Но в синхронном генераторе, где есть ротор с магнитами, либо с катушками, которые создают магнитное поле, да, там вращается, там поле вращается. И вот поэтому, то у них и характеристики несколько иные, отличаются от эсинхронной машины. Но отсюда и судите, кто прав. Поэтому вы сами можете почитать об этом. Вообще разобрать термин вращения и сами уже сможете сделать свои выводы. И вот вопрос в том, что кто прав. Если дам удалось сделать двигатель с лучшими характеристиками, улучшить их, значит мы более правы. Шутка такая. Владимир спрашивает, Дмитрий, нашли сменщика? В прошлом вебинаре мы с грустью говорили о том, что есть проблема с такими кадрами. Владимир, ну проблема есть со всеми кадрами. И не только с этими. Вот специалистов по литью цветных металлов есть проблема. С расчетчиками электрических машин есть проблема. С конструкторами есть проблема. С технологами есть проблема. Потому что уже разучились технологические карты писали. Пишут фрезерная операция, такая операция. Ну что это такое? Это не технологическая карта. Это в принципе как говорится я написал что здесь проточить а как точить это пусть только решает. Потому что там же должны быть все режимы указаны все остальное. А если это ЧПУ установ то он должен прописан в программе. так что уважаемые коллеги прошу не пишите дайте я отвечу на вопросы а потом будете. Хорошо? Спасибо. Логотип не утвердили еще? Нет Роман еще не утвердили. Насколько существует влияет на потенциальных частных государственных заказчиков официального вступления в из этих на поле с Москва? Ну вы знаете я не заказчик сам вроде как исполнитель поэтому насколько на них это повлияет во-первых всегда когда вот происходят такие процессы когда по сути дается какой-то карт-бланш со стороны в данном случае Московского правительства за что весьма признательны и сделаем все чтобы оправдать доверие и не обмануть всегда это влияет естественно потому что вы даже когда что-то покупаете в интернете либо обращаетесь зачем-то вы пытаетесь найти подтверждение либо какие-то гарантии это добавляет вам уверенность в том что вы сделаете правильное действие потому что мало кто верит человек приколит я вам сейчас давайте починю что-то сделаю или вас вылечу вы конечно не поверите вы пойдете в клинику либо к мастеру и так далее о которых вы хотя бы слышали или есть отзывы поэтому всем начинать очень тяжело а когда а когда уже есть статус бренд тогда это проще хотя я уже говорил про ситуацию когда мы с проектом ходили давали заявку на АТС и ПП на вступление в Сколково а вначале завернули заявку отказали потому что у нас не было иностранного члена команды когда у нас появился иностранец тогда все прошло на ура я тогда задал вопрос а что от этого технология лучше или хуже стало непонятно ну такие вот нюансы бывают насколько реально будут выполнены заявленные цифры по прибыли и так далее Владимир ну то что ставили это согласовано с экспертами со многим там много было всевозможных дебат согласований всего остального поэтому как сказать ну с одной стороны можно сказать что это заниженные с другой стороны завышенные цифры но по большому счету это реально насколько нам удастся их достичь ну в моем любом случае будет делать все для того чтобы не просто их достичь но и превысить приблизительно так и инвестор Skyway также в вашем проекте в последнее время на Skyway выливается много троллей нужно ли нам готовиться к такому может дерьму видимо чем больше проект становится на ноги тем больше дерьма на него выливают но тут не готовятся тут льют дерьмо каждый день приходится читать но понимаете вот те которые льют дерьмо товарищи тролли зачем они это делают ну хейтеры там они зарабатывают на этом деле и чем больше проект чем больше он известен тем больше они кидаются для того чтобы на базе всего того что они делают у них есть определенная категория почитателей их соответственно чем больше у них просмотров чем больше откликов ну тем больше им заказывают рекламу проплачивают поэтому они на этом зарабатывают и обратите внимание что большинство этих хейтеров у них когда идут там комментарии они накручиваются в ночной век почему есть программки такие которые генерируют всевозможнейшие комментарии лайки и так далее есть такие и вот вы когда почитаете у них подавляющее большинство комментариев они имеют однотипные построения вот у них лексика построения предложений манера стиль изложения она одинаковая такого же не бывает и редко-редко появляются укропления отличающиеся при этом я слышал неоднократно от многих что вот они допустим пишут свои комментарии в противовес всему этому делу но авторы роликов этих и того всего этот ролик они просто удаляют все так известно ну так для разбавки чуть-чуть оставляют но защищают и очень совет и к этому всегда надо быть готовым но в то же время нужно понимать одну такую вещь что от этого можно было бы отмахнуться но что происходит вот желание заработать делая вот такие вот вещи такие поступки как говорят деньги не пахнут чему приводит к тому что молодежь молодые люди многие воспринимают это за чистую монету и потом руководствуясь этим говорят да валить отсюда надо здесь же ничего нет вот это когда начинаешь разговаривать боже мой откуда ты такое взял да вот же вот там пишет вот там куда ни глянь так не смотри ты на что ты смотришь хорошо все негодяи все такие плохие все это самое ты на работу ты негодяя нет хорошо ты не негодяя твои родители негодяи нет твои друзья негодяи нет а ты говоришь все негодяи на работу ты приходишь что ты с негодяями везде сталкиваешься нет вот назови всех тех среди обитания в которых ты находишься вращаешься сколько там негодяев ну может один-два да а ты говоришь все негодяи и когда люди смотрят ток-шоу всевозможных и так далее все это воспринимают за чистую монету где удаешься и говоришь откуда откуда это то что даже как ну дописывали что вот там говорят трупами завалили победа в Великой Отечественной войне да там били там на убой я спрашиваю мама дорогая а как же что а как же победили а как же потом отстроились если это было так да а танки чем перемолотили если со всей Европы танки были согнаны и так далее их перебили все металлолом превратили это чем это что марсиане прилетели или кто это делал и когда выясняется что большинство потерь то было в концлагерях и убито мировое население на поле боя тут что совершенно не так а когда начинаешь разбираться что ж такое там произошло в Воронежской операции да оказывается там же Катукот запретил брать в плен венгров потому что они отличали жестокость они садизмом убивали мирное население и так далее сказали не брать Мадьеров в плен ну а потом же это государство в соцлагере стало и поэтому ну как-то не стали об этом говорить молчали ну а ведь там побольше было это пострашнее Сталинграда и когда начинаешь открывать все это дело читаешь те же дневники фон Бока когда читаешь про интернета Гудериана когда все это читаешь там же все не так это говорят не Хрущев который сказки наплел для того чтобы обелиться за то что Сталин писал ему в мисс дурак и когда требовали директор ЧТЗ да там требовали написали на него доносы клявался что его надо арестовать и посадить чтобы при грешении Сталин написал вы забыли еще один грех его упомянуть что он умеет делать танки и от него от Стали и то что Сталин 14 раз на фронт выезжал что один раз застряли в машине пока вытолкали уехали через 5 минут там немецкие танки прошли что это было Власик это вспоминал об этом стыдливо умалчивали вот это где как это же было вот так а вы тут что читали в круге первого Солженицына который сидел в библиотеке и говорил что он в УЛАГе сидит вот здесь же в Москве под Москвой все не так и поэтому когда читаешь и смотришь вот эти ролики этих людей думаешь что ты делаешь проекта боксин живет своей жизнью и плевать хотели на все это дело но вы же формируете мнение молодых не крепших душ те которые будут считать что это вот так вот оно и есть и что надо бежать с этой земли ну побежишь что туда ну почему допустим есть такое понятие допустим либо ты наведешь у себя порядок если ты в свинарнике либо если свиней выпустить они вокруг устроят свинство хоть в Европу хоть куда ведь как Европа от свинства избавилась Германия Австрия да сказали стучите на тех кто в мусор выбрасывает вываливает грязь не убирает в определенные дни стучите на них пишите и мы вам отдадим их землю их имущество мгновенно за год за несколько лет все прекратилось и сейчас они гордятся своей чистотой вычислили все и вот когда молодежь все это смотрит читает воспринимает за это за чистую монету вот эти вот хейтеры тролли они развращают их души и было бы хорошо если бы они правду писали но дело в том что они на этом хейпе зарабатывают деньги любой ценой я считаю что такой заработок он сродни с торговли детьми наркотиками оружием это педофилия извините морально педофилия и отношусь я к ним как к педофилам честно потому что извращение надругательство оно может быть и как физическим так и моральным и сейчас у нас идет война информационная и для того чтобы в этой войне победить мы должны довести проект до ума поставить его на ноги это та задача которую мы с вами должны выполнить любой ценой и чем больше они будут вот это вот делать в страхе тем больше наша ответственность перед подрастающим поколением это вот приблизительно так как к этому стоит относиться и проходить мимо вот этих товарищей и какие нафиг товарищи тролли по жизни по жизни у меня когда-то было много молодежи приходило я им давал возможность компьютеров тогда еще не было в семье у меня в офисе было я с микрорайона молодежи давал возможность работать и вот когда один пришел сказал Митлер Александрович а я вот вирус написал я чуть ли не прибил я его так вырубил изобретил его приходить и работать на компьютере пока он не понял что же он натворил я говорю ты что думаешь я не могу написать вирус могу но я этого не стану делом то что даже я не пойду не буду убивать либо подсовывать детям наркоту не буду не только не буду и другими да точно так же вот если бы сейчас по 90-м годам найти этих троллей не проблема и я не думаю что вот они с таким бы героизмом себя вели когда бы к ним пришли мокрый штанул мокрый штанул мокрый штанул мокрый штанул мокрый штанул не принесут им счастья вот Хэрл Биттрух у него много там таких хороших карикатурок и вот одна у них так из картинок как мультипликация вот там одна картинка когда жена отдала курок на боссы на него там ругалась нажала тот пришел на работу вызвал секретаршу секретаршу наставляла секретарша отдала подщечину своему парню работяги тот идет ему попалась собака он пнул эту собаку собака летела тоже не знаю на ком отомститься и вот жену этого хозяина зазанился цап и вот у него так называется замкнутый круг вот Хэрл Биттрух в интернете найдите картинки я думаю вам понравится у него там все это очень хорошо в тюрьме вот в тюрьме в тюрьме вот там мы в тюрьме в тюрьме ведь как л Продолжение следует... 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 Еще что я сказал, финансо-экономический показатель проекта ожидается, что выручка в 2020 году составит 505,6 миллионов рублей. Скажите, пожалуйста, эту информацию из проектного плана, предоставленной комиссией Технополиса. Да, это из проектного плана. Но у нас с вами отставание 9 месяцев. Я уже говорил, поэтому срок надо немножко сдвинуть. А можно уже раскрыть с кем договор от дофинансирования? С Сергеем пока нет. Пока раскрывать не будем, пока мы сейчас не подпишем все договоры, которые связаны с генподрядом и со всем остальным. Потом на транспаранте, о котором я говорил, все это будет прописано, представлено. Он будет установлен на площадке, отснят и все это будет представлено. По факту. Я уже много раз говорил, что мы предоставляем всю информацию по факту. Вот кто-то пишет, так что хитеры будут в итоге платить и каяться. Вот анекдот, когда бабушке внука оставили, родители приезжают, она говорит, что у вас за ребенок такой? Говорит, что такое, мам? Ну как он у вас ходит и мне все, молись и кайся, молись и кайся. Говорит, никогда в жизни не молилась, и за что мне каяться? Говорит, бабушка, да вы же не о том. Это он говорит, что малыш и кайся, мультик покажи, включи. Еще вопрос технический. Я захотел вникнуть в технологии славянка. Правильно ли я понимаю, что без перемотки двигателя ее никак не опробовать? Правильно понимаете, надо перемотывать. Для примера взял с 12 пазами, как я понял, нужно по две обмотки каждой фазы в треугольник и по две в звезду. Нет, там часть обмотки звездом, часть треугольника соединена, но соотношение в витках 1 к 73. И сечение, соответственно, поперечное также. Вы зайдите на форум двигатель.myfor.ru, основной раздел. Обратитесь, ребята, обмочки вам помогут с этим вопросом. Когда будут следовать сравнение Бельдиси и Колобка на 1500 или 1500, 5000 ватт? Я не нашел их. Если честно, я не снимал в форумах, там только акты, сравнительные видео. Они меня порадовали, но сравнения мотор-колеса, увы, нет. Дмитрий, смотрите, на форум электротранспорта мы даже выкладывали намограммы трехмерные, которые были сняты при испытаниях лаборатории на колесах, когда на шасси Грань, там была смонтирована целая компьютерная сеть, там писались логи через каждые 0,07 секунды, там писались целые гигабайты информации при езде. И на основании этих данных строилась трехмерная намограмма зависимости КПД от оборотов и вращающих моментов. Это делался анализ, это еще было в 2015 году сделок. Также на стендах гоняли, подтверждали. Сейчас начат целый пласт работ, достаточно большой, по анализу работы Билдиси, наработки. Но я же говорил о том, что все эти работы проводятся в присутствии форумчан, оппонентов и так далее. Они в лаборатории, ведутся замеры. Сейчас замеры велись до 7500. Поэтому вся информация эта будет представлена и как в виде видеоматериалов, так и в виде физических измеренных величин. Потому что D7500 измерили, там получилось, что при хорошем охлаждении он обеспечит не 7,5 кВт, а 2,5 кВт. Это длительная нагрузка, это его номинальная. Перегрузочный тоже покажут. И что он развивает пусковой момент 27-28 ньютонов метров. Рабочий 8 ньютонов метров. Но по колобку, по 318 мы показывали, что у него момент максимально 200 ньютонов метров, максимальные обороты 1000. Вот стартовый момент у него 160 ньютонов метров, потому что контроллер Кертис на старте не работает вектором режиме, а в скалярном режиме. Поэтому на малых частотах вращения у него там есть просадочка по вращающим моментам. Но это все достаточно, избыточно. И это максимальная мощность у него 20 кВт, а длительная это 7. Это все и на плакатах показывалось, и рассказывалось. Все это многократно показывалось, за это время цифры не поменяли. Контроллер полная прерогатива СПП или СЛМАШ имеет какое-то отношение к ним. Контроллер разрабатывался именно вот этот контроллер, о котором, я понимаю, вы и речь ведете, это для мотор-колеса. Он разрабатывался в рамках компании СПП и ОСПРОМТ. Но помимо этого он будет базовым для разработки других контроллеров. Кто будет непосредственно заниматься производством контроллеров, но это будем решать уже несколько позже. Но часть контроллеров будет разрабатываться в рамках СОЛМАШ. Модели контроллеров. Когда вы начнете брать мелкие заказы на разработку технологий. Сергей, только тогда, когда начнет работать инженерный центр. Сейчас мы делаем разработки на свой страх и риск, так называемую авторской, пилотной разработкой. Потому что вот в той ситуации, которая сейчас, мы не можем гарантировать выполнение сроков. Присоединяясь к хранительным тестам для одного и того же транспортного средства. Рустам, транспортные средства, их столько раз проверяли. Мы в шоуруме держали транспортное средство с мотор-колесом Golden Motor Magic Pai 2. Это прототип 318-го колобка. И 318. Вот было два шасси. Николай Фоменко на них ездил. Много. Несколько сот человек на них уже катались. Снимали, показывали, что они вообще не сопоставили. И каждый раз это все возвращаемся и возвращаемся к этому вопросу. Поэтому можно говорить, что 318-го он для велосипеда избыточен, потому что изначально он разрабатывался для рикши и тук-тука. Этот мотор-колесо. Но в размере 318-го колобка. О, вернее, Golden Motor Magic Pai 2. Полутора киловатта двигателя. Здравствуйте, Дмитрий Александрович. Скажите, пожалуйста, инвестируют ли сюда профинвесторы? Если нет, то почину. Желание у них есть, но я уже говорил о том, что было принято решение, что этот проект будет принадлежать мелким инвесторам. Потому что когда мы ходили по всяким венчурным фондам, доказывали, предъявляли и так далее, там отношение было такое определенное. Связано с чем? Потому что подавляющее большинство фондов создано с участием иностранного капитала. И иностранные производители не заинтересованы в реализации подобного проекта. Оно им нафиг не нужно. Поэтому, да, улыбаются. Там, где места, дипломы, грамоты, наградки, так мы все это сгребали, собирали. Там, где деньги, и не подходи даже. И близко. И играть в эти игры, по их правилам, надоело. А когда уже проект начал реализовываться, двигаться, они стали приходить. Ну, тут разговор уже стал несколько иным. И да, для них есть место для инвестирования, но под другие задачи, под другие направления, связанных с целым рядом разных других вещей. Там разговор, да, получается. Вот буквально недавно у меня был разговор с одним человеком, которому я лет 10 назад предлагал, это один из руководителей бизнеса, промышленного, предлагал реализацию этого проекта. Ну, они тогда сидели, их улыбало, на хихи пробивало. А сейчас и то, что они уверены в реализации этого проекта, нет, они просто в своем проекте работают. И вот скажите, пожалуйста, да, ситуация меняется, но она меняется благодаря простым рядовым обмочкам, которые взяли и начали монтать, поверив, и убедились в состоятельности технологий, мелким инвесторам, которые часть своего дохода, своего заработка инвестируют сюда, и так далее. Почему я должен этих людей, которые простые люди, инвестировали и поверили в этот проект, взять, отодвинуть и сказать, нет, теперь вы постойте в сторонке, тут вот дядя крупный пришел, я буду с ним, а вы, мерзгатом идите, дышите там, воздухом, нервным, тут большие сейчас будут бизнесом заниматься, так что, и это будет по-вашему справедливо или нормально. Зеремхан, я думаю, что хорошо подумал, вы со мной согласитесь, что это будет неправильно. Поэтому, если они хотят заходить, крупные, да, пожалуйста, заходите, но теперь через Сомаргрупп, напрямую, нет. Заходите, там не вопрос. Какие проблемы? На общих основаниях, да. Именно в этот проект, в других проектах, других там задач нет, там другой разговор. Почему у вас так долго запускается УШМ, набирать обороты, это можно поправить, и сложно ли это сделать? Валерий, я уже объяснял, время разгона УШМ диктуется техническими требованиями. Можно сделать, чтобы быстрее запускаться. Сейчас есть технические требования, эти машины прописаны. Все это должно обеспечиваться. Поэтому мы показали, что можно и за такое время, и за такое, какое предустановлено, можно и за 0,1 секунду. Так же, аж выпрыгивать из рук будет. Но это небезопасно. Поэтому устанавливается безопасное время разгона, оно устанавливается для каждого габарита свою, и размера диска. Дмитрий Александрович, есть ли цифровая модель, позволяющая эмулировать работу двигателя, контроллер в различных режимах работы, холостой хут, ускорения, торможения, фиксированные крутящие моменты и обороты? Рустам, да, есть. Прежде чем изготавливать медали, мы все это эмулируем. Есть такая среда Максвелл, фирмы Ансис. Там создаются электронные модели двигателей и ведется расчет их методов конечных элементов с последующим анализом и доработка их, отработка, отладка. И только после этого мы делаем металли. Поэтому, понимаете, оно же не случайно, что мы в одну итерацию, две итерации получаем рабочие образцы. Это существенно удешевляет все работы и ускоряет. Но освоение программы, конечно, и создание базы моделей на работе ушли годы. И вот мы даже приобретали лицензию на программный продукт Евравка компания Аспромт. Она привлекает сейчас пополняем этих работ, пока мы свою лицензию на Соломаш не приобрели. Это процесс достаточно серьезный. Но когда все это освоено, да, работа кипит очень быстро. Это очень серьезно позволяет сократить сроки разработки новых машин. поэтому мы знаем достаточно точно, какие параметры получим. Но расхождение где-то не больше 5-7%. В 2020 году в Дубае пройдет всемирная выставка. Вопрос подраздел ли менеджмент проекты со своим продуктом участия в всемирной выставке в Дубае. Павел, нет, пока не планирую. Почему гендиректор Соломаш не публичное лицо, а только главный разработчик? Андрей, я уже наверное отвечал на этот вопрос, потому что не все могут быть публичными лицами. И есть чем заниматься в гендиректорах. Мы с ним партнеры, вот, поэтому каждый выполняет свою работу. Что уходит в нулевые работы? Нулевые это нулевой цикл, это выйти из земли. Потому что прежде чем стены выгнать, нужно проложить все коммуникации подземные, подготовить площадку, сделать фундаменты и выйти под гидроизоляцию. Это нулевой цикл называется. Показали стенд тестирования двигателей, обычная славянка, на видеоролике. А можно ли поподробнее, как там моментально переключают, почему ремень общий на генератор и тому подобное. Ну, этот стенд были на первых этапах, делали это демонстрационный стенд, это не измерительный. Переключение, ну, стоят пускатели, которые переключают, один отключает, другой включают. Это несложно. провести тест, два мотора колеса рядом, бельницы, сняются меры, мощность, скорость, потребление, накат, и прочее. Тогда будет объективнее сравнительный результат. Господи, Алексей, но все это делается на стенде, не обязательно ездить, потому что КПД можно померить, моменты можно померить, а так, как вы на ходу померяете? Это субъективно. Как то ручку газа будет вращать, ДВ по ДТ, ДИ по ДТ, наращивание, там, целый ряд параметров эмулировать одинаково невозможно. Поэтому стенды, стенды, а потом ходовые испытания. Потому что дальше уже на колесах езда, на колесах езда уже было, все это состоялось. Сто раз уже говорилось, но можете еще раз рассказать, какие виды торможения и рекуперации могут быть у асинхроников. Нужен ли это аккумулятор, конденсатор и какой вид рекуперации целеобразно применять в мотор-колесах? Алексей, откройте интернет и прочитайте режимы работы асинхронных машин электрических вращающихся. Там все сказано. Это первое. Второе. Нужен ли аккумулятор и может ли работать? Возьмите технику безопасности ПТБ и ПТЕ в электроустановках. Там указано, что нельзя прикасаться к клеммам отключенным асинхронного двигателя на выбеге. Убьет. Почему? Потому что за счет остаточного магнитного потока либо возмущения, которое от магнитного поля земли там вырабатывается и ДС. если он вращается на клеммах, у него на присоединительных клеммах будет ДС. Поэтому такое свойство используется в генераторах асинхронных, которые стоят на ветра установках. И для возбуждения магнитного потока при вращении там применяются дополнительные конденсаторы возбуждающие. на велосипеде значит когда едете там возможно режим против включения это дикий режим он не экономичный либо подача подмагничивания но на одной из обмоток а с другой снимается ДС и ток направляется в аккумулятор но такой режим он имеет низкий КПД. наиболее оптимальный это режим генераторный он обладает очень высоким КПД но для этого нужно подавать частоту тока такой которая была бы меньше частоты необходимой для обеспечения вращения для этого нужен соответственно контроль поэтому не в мотор колесах применяется этот режим а в приводе который включает в себя аккумулятор контроллер и сам двигатель но при этом надо понимать что аккумулятор должен позволять принимать рекуперативные токи они могут быть достаточно большими в противном случае надо избыток тока избыток энергии на чем-то рассеивать обычно рассеивается на тормозных резисторах генератор в автомобиле синхронный или ассинхронный в автомобиле синхронный обычно как вы его перемотали дело в том что синхронные машины тоже можно перематывать на там ведь щетки для чего они в ассинхронике ну в ассинхронике еще так нет а в синхронной машине, в частности генераторы, они нужны для того, чтобы возбудить поле, потому что там как-то разный ротор, в принципе, чередующиеся полюса. Для создания магнитного поля на обмотку вращающейся нужно подать дух. У асинхронного генератора, я уже говорил, для того, чтобы его возбудить, не надо. Надо подавать даже аккумулятор. Там есть остаточный магнитный поток, и если к обмоткам подсоединены конденсаторы, то при вращении начинает идти процесс самовозбуждения. В какой экономической зоне будете работать? В экономической зоне Московской Москвы, Технопарк Москвы, площадка Алабушева, это Технополис, Москва, вот Зеленоградская. Зона, она содержит две зоны, одна медплощадка, мед, не зона, а площадка. Другая Алабушева, мы будем на площадке, размещаться на площадке Алабушева. Планируется ли торжествия на третьей стройке весной с привлечением инвесторов? Ну, я не думаю, что это целесообразно, потому, что будничная работа и там, ну, не знаю, это будет не до того. Я думаю, и в грязи лазить там по этим, я думаю, это не лучший вариант. Давайте мы лучше сделаем торжественное открытие. На сегодняшний день в сайт Соломаш, когда будет презентован торжественно открыт. Ну, я с ребятами уже говорил на эту тему. Упрекал, пока еще сильно не ругаюсь, потому, что, ну, понимаю их загруженность. Да, хотелось бы побыстрее сделать, но в то же время в основу сайта хотелось бы положить уже объективную информацию, ту, которая уже раскрыта, и не только раскрыта, но уже утверждена, подписана, и уже однозначно совершившиеся события. Поэтому вот они сейчас над этим работают, на выполнение. Это была и задержка с подписанием, и сейчас с удостоверением, с получением удостоверения. Хотелось бы выложить всю эту информацию, чтобы не дорабатывать, его довести, утвердить, и тогда уже открывать. Поэтому отчасти есть и наше, моя вина, да, в том, что сайт до сих пор не открыт. Либо когда мы документацию разрешить, получим на разрешение на начало строительства. Поэтому хотелось бы первый куб вытащить, тогда, когда земля подсохнет. пожелание когда будет точно. Мы можем предполагать, а судьба располагает. Хотелось бы весной. Подскажите, где на сайте ОСЗ указано, сколько средств собрано. А на сайте ОСЗ нигде это не указывает, потому что это никакого отношения к ОСЗ не имеет. И не нашел на сайте в разделе резидента СОВИЛМА. С чем это связано? Спасибо. Дмитрий, но я уже нарассказывал про это. Дело в том, что для того, чтобы мы получили удостоверение, надо еще заключить договор на аренду земли. Это одно. Ну и второе, вот что только подписали договор, да, а там же что же, люди работают не мгновенно все это делают. Поэтому еще не успели ничего сделать. Да и не станут делать, пока не будет выписано удостоверение. Здравствуйте, какие суммы налогов будут платить инвесторы после акционирования? Как и положено, дивиденды в этот 13%, но они платятся в источнике образования доходов. Поэтому президенты Российской Федерации они не будут платить. прошел посылки этих на Москву. Это резиденты, извините, но я уже ответил на этот вопрос, да, там еще нет этих данных, потому что удостоверение еще не получено, и здесь информация еще не обновлялась. Не в курсе, что это за МАШ с их инновационными типами двигателя. Но я не знакомился, что у них там за двигатели. Посмотрим. спасибо за ссылочку. Это есть на сайте Технополис Москва указана прибыль компании целого маша в размере 505 миллионов рублей. Это есть прибыль компании инвесторов. шло в габа вышло. Это плановые показатели минимальные, которые должны быть достигнуты. Это прибыль, да, но инвесторам, это же не вся прибыль, которая будет уходить к инвесторам. И это за определенный период, а не вся полностью. Сергей Семенов, директор Solar Group имеет нехорошую репутацию. Почему выбраны именно его, не будут ли украдены наши инвестиции, может ли репутация негативно отразиться на проекте. Спасибо с 23 февраля. Роман, и вас с 23 февраля. Ну, смотрите, репутация. Ну, вот если по репутации, то, извините, я уже говорил, все мы когда-то в штанишки писались, какались, да, все мы всех нас не в капусте нашли, и так далее, да. Вот скажите, пожалуйста, ответьте на такой вопрос. А где можно было приобрести Российской Федерации опыт работы по привлечению инвестиций, опыт работы, как делается, какие приемы, какие результаты и так далее. Где? Что? Где-то преподавали, это этому обучали. Ведь помимо Семенова очень много кто в этих структурах был, проходил, занимался, которые мы просматривали их. И в обиде правильно, никто из нас сразу не научился ходить на горшок. Но является ли это основанием говорить о том, что мы все засранцы. Но я не думаю, что все приобретали сексуальный опыт в браке. Но никто же не укоряет в том, что путаны либо еще кто-то там и так поэтому уважаемые коллеги, наверное многие из нас в школе там за улом дымили, пробовали сигареты, алкоголь там кого как. И если копнуть, у каждой есть свой скелет в шкафу, но если его никто не вытащил из этого шкафа, не предъявил, это не значит, что его там нет. Поэтому задайте себе вопрос, сели без греха. И вот Семенов это далеко не делал. Но поверьте, те люди, с которыми мы с вами общаемся, каждый день встречаемся, с кем приходится иметь дело, тоже не всегда идеальны. И я полагаю, что вы когда обращаетесь за медпомощью, вы же многие понимаете, что врачи многие работают как на конвейере, делают свои деньги в клинике, и многие из них не лечат, а зарабатывают на вас, но вы идете к ним. И скажите, что я не прав. Мы прекрасно понимаем, я не хотел бы трогать этот вопрос, но мы прекрасно с вами понимаем, что когда мы приходим в церковь, платим деньги, что многие служители культа зарабатывают на этом дело. Что я не прав? Но вы же не предъявляете им претензии. Это как бы само собой разумеющееся. Но вы идете туда. Поэтому если разобраться, то все далеко не так. И почему именно его ну давайте вспомним мультфильм про котов и собак мушкетеры коты собаки это гвардейцы кардинала как говорят возьмите лучших из лучших залезут рано возьмите лучших из лучших. А потом что ребята приобретали опыт в этих структурах. это и есть такое. И насчет того, что будут ли украдены наши инвестиции. Ответ по-моему очевиден. А за какие деньги все делается то, что вы сейчас видите в роликах. За какие деньги делала заявка в Алабушу. Потому что документ же не альтруистами сделан. Кто готовил их? Вы что думаете, что плотными рядами шли люди экономисты, финансисты и прочие прочие работать на благо всего человечества, денно и ночно разрабатывая проекты. Это так? но сейчас нет Павла Корчагина за идею. Люди работают за деньги. И эти документы они тоже чего-то стоят. Для того, чтобы они появились, этот документ тоже инвестиций разработан. А сейчас тоже саму технологию, технологические карты разрабатывают. и так далее. Вот эти нематериальные активы и те материальные, которые созданы. За какие деньги? За украденные? Не думаем. А негативно отразится любой необдуманный поступок негатив. И даже если этих поступков не будет, много будет придумано, много будет додумано. Все чего угодно будет. Все это будет. И чем дальше будет проект продвигаться, тем больше все этого будет. Здравствуйте. Вопрос по дивидендам. Как планируется их выплачивать инвесторам? Один раз в год, один раз в полугодие или один раз в три месяца? Александр, а вы представляете себе, что будет, если раз в три месяца делать? Это надо сколько работы бумажной сделать, бухгалтерской и так далее? Нет, в акционерных обществах принято делать это раз в год, потому что надо вначале подвести итоги работы за год, посчитать, сколько получено все это свести, сдать отчеты, налогу, выплатить все эти налоги, только после этого можно будет сказать, сколько же будет на дивиденды. А раз в три месяца это делать нереально невозможно, поэтому считается, что отчетный период это один год для акционерных общества. Покупка материалов по словенке рассрочка уже доступна, где можно ее купить, на АСПП не нашел. Вы имеете ввиду справочек? Нет, справочек рассрочки не продается. Я обсудил эти вопросы, но обоснованно отказано. я мог бы конечно в волевом решении сказать возьмите продайте, никто бы не ослушался, но в то же время те сотрудники, которые занимаются продажей, я выслушал их мнение и учел. Виктору Аристову вручили грант на сумму 800 тысяч юаней. Какие-то нам перспективы открывает этот факт? Или мы можем просто от души поздравить Аристову и все? Я не понял, Айдар, о чем речь? Грант это грант, это грант на поддержку развития направлений на территории провинции непосредственно. Поэтому какие перспективы? Перспективы такие, что сейчас они используют модернизационный потенциал, а это открывает дорогу для того, чтобы мы могли реализовать уже основную часть проекта в плане предложения продажи разработок, которые будут выполнены в рамках Соломаш. Это реклама, но вот такая поддержка она позволяет еще более расширить возможности ареста для расширения информационного обеспечения и презентации проекта, его представления на территории провинции, когда увидим мокрые печати на бумаге. Благодарю. Саня Александр, что вы имеете ввиду мокрые печати на бумаге? В отношении какого документа этот вопрос? Сейчас уже подписан договор между Solar Group и Solar Masha принадлежности 50% компаний инвесторов. Благодарю за ответ. Алексей, у него немножко неправильный вопрос формулирован. Сейчас договор есть, на основании которого средства от Solar Masha переходят, перечисляться на Solar Group в Solar Masha. А 50% это будет переуступка в уставном капитале, это доля. И она будет сделана после того, когда завершатся все действия, необходимые для резиденции от Павла Лапышева. И подписание договоров с подрядчиком, с генподрядчиком на строительство, с генерал-поставщиком, с генерал-поставщиком материала, оборудование и так далее. Вот эти вот действия, когда будут сделаны, когда уже не надо будет вот таких оперативных действий, когда можно будет уже тайм-аут брать, вот после этого будет сделана переуступка. Ну и на какой стадии разработка проекта здания КБ и документации для начала строительства на площадке Кава-Бушево. Сейчас идет работа над архитектурной частью, в том числе и фасад прорабатывается. Вот поэтому на все про все архитектурная часть должна быть сделана за 90 дней. Нужна помощь в создании проекта на документации КБ. Константин нет сейчас и надо, потому что есть коллективы, которые этим занимаются и с ними работа ведется уже больше года. Предположим, что через два года будет собрана вся необходимая сумма, компания начнет получать прибыль. Допустим, компания сделает 100 миллионов долларов прибыли за один год. Какой количество дивидентов в год получит инвестор меньше 1 миллион долларов. Это считать надо. Я сейчас на скидку не скажу. И это будет известно только, когда закончили все этапы, потому что когда все дисконты, все эти льготные условия будут пройдены, тогда только точно просчитать. Будут ли выплачивать дивиденты в 2020 году? Нет. Сразу говорю, что нет. Генераторы есть в разработке? Какой мощности? Спасибо. Сейчас пока не ведем разработок генератора. Вячеслав Габбл опять тот же самый вопрос на сайте Дельнополис Москва указана прибыль компании в размере 505 миллионов рублей. Это и есть прибыль компании и инвесторов? Нет, это не есть прибыль инвесторов. Прибыль распределяется пропорционально доля Solar Group инвесторов будет 50% той части прибыли, которая будет решена для предназначена для выплаты дивидендов, потому что часть прибыли может быть оставлена для развития предприятия дальнейшего. Это уже будут решать все учредители. Это значит и Solar Group представители инвесторов и учредители со стороны АСПП. Отчетный период для любого общества один год, но дивиденды промежуточно могут выплачиться по итогам квартала. Это уточнение крайне сказанной информации. Загубный Дмитрий, я сказал, как будет делаться, потому что можно выплачивать и каждый день, но для того, чтобы эти выплаты делать, надо выписывать платежки. Каждая платежка это деньги. Нужно платить бухгалтерам, нужно делать учет и так далее, так далее. Плюс еще и много общения с налогами по этому поводу. большой объем работы. Это в итоге приводит к тому, что в конечном итоге инвесторы или акционеры будущие получат меньше денег, чем могли бы получить. Оно надо. Мы для того, чтобы увеличить доходность, штаны через голову одевали, для того, чтобы ввести проект в резиденты особой экономической зоны, чтобы как-то минимизировать налоги, для того, чтобы получить преференции по возмещению НДС, чтобы то же оборудование, которое будем закупать и завозить из-за рубежа, обходилось дешевле, чтобы меньше денег расходовать и так далее. А тут взять и так вот бесславно профукать. Ну, это ненормально. Можно увидеть схему архитектуры власти компаний на следующих этапах для понимания, как контролируется финансовая потока. Значит, смотрите, нет власти. Есть управление, есть аппарат. А власти нет. Власть принадлежит государству. Пожарные коллеги, благодарю за вопросы. Время уже достаточно много прошло. Сегодня мы достаточно долго уже общаемся. Всем спасибо. Всех, Стасу Павлович, праздником. До свидания. Всем здоровья, счастлива. Удачи. Удачи. Продолжение следует...